В тематике Хин можно говорить очень много и много. Во-первых, нужно узнать их историю, остальные в истории Хин очень любили себя и любили надоль, но были подбиты одним из народов, которые они на звезду не всадили, даже на свою флагу. Манчжуров. Хиньцы не уважают манчжуров за Хиньцыков. Так же, как монголовы, то не с Хиньцыками. У них было уже 5 тысяч лет, была их традиционная медицина, которая была построена на религиозных и догматах ламаизма и так далее. Мало того, все эти три медицины, которые я именили, они все походят из общего корня, аюрведы. Это была самая старшая медицина. А она позже разбилась на те одлами, которые в контакте с феминологическим культуровым варством, изменилась в то, что мы называем сейчас медицина хиндусская, медицина, можем даже сказать, и египская. Какая вера существовала в этих народах. Но манчжуры наложили на ту досконалую догматичную медицину, которая была на властях религиозных, наложили шаманизм. Бевный. И этого хиньцыки манчжурам не обеспечили. То есть первая вещь. Другая вещь. Я тоже не мог понять, почему мой ментор науковый, паня профессор Мачерет, она была в своем часе в экспедиции в Хинах. И они по второй войне святовой застанавливали, что нужно сделать. Сталин такую политику проводил, что нужно класы работничьей заставить на памятки. Ну, так как в Варшаве сбудовали палец культуры, уже мы тут и были. Ну, то мыслили, что сделать в Хинах. Это значит, что Мао Цзюдун не был таким великим вельбителем Росии, как это показалось. Ну и, соответственно, ничего не было не сбудовать. Но это заставили духовное что-то. Мы заставили вам медицину. Мы строили шпиталь, но не было где работать. Это было в Шанхае. Мы строили русскую миссию, советскую миссию шпиталь, но в нем не было кому работать. Не было тех заходных лекарей. Ну, хорошо. Экспедиция застала еще на пару добрых лет, чтобы научиться. Но почему мы должны подважить медицину людовую в Хинах? И тогда вышла, начали сбирать по палатях, как говорилось, по манчжурах мало чего позаставало, из той классической медицины хинской. Однако позбирали. И теперь оно снова пошло. Но в Шанхае мы отвезли там центр святого подрубок. И я не могла бы понять, о чем ходит. Как тут так? Для хинчиков, оказывается, у них традиция есть, что если я узнаю какого-то миссия, который делает что-то, то для меня нормально сделать то же самое, что делает миссия. И я буду его добрым учением, если я даже сделаю что-то лучше от этого миссия. Ну а у нас правы и так далее. И вот хинчиков в Шанхе говорили, что вы работаете по-другому. Для них это натурально, для них это в их менталитете. Мы наследуем ниже. И они подробляем все. И тогда, когда, как говорится, хины были, целый час шарпаны были через войны. Там еще вчеснее значительно точили войну, когда была война наркотиковая, которая прорывала примерно 100 лет. То есть с английскими, а потом французы были. И те представители заходного света вытяжали. Ага, значит добрый есть научитель. И поэтому все, что было с заходом, то как с немецкими автомобилями, так? Вот немцы у нас есть на лучшее. Наш самолет тоже есть на лучшее. Так же американские сейчас стараются это сделать. Но хинчинцы так же, если заход их подбил, то значит, что они лучше от нас. Будем от них учиться. И стало модным сейчас лечиться у заходних лекарств. То есть тех лекарств, которые прошли студирование, школение этой заходней официальной медицины. Но нурты, те нурты людовые, нурты культуры, они никогда не возникнут. Одни, другие входят и так далее и тому подобное. Такое. Доткнулось к таким факту, что за пять лет хинчинцы, где бы ни были в свете, они возвращаются до своих кореней. И тогда они там лечимся и так далее и тому подобное. Они возвращаются до края. И у них то очень прецизийно все сделано. В общем, хинчинцев можно поровнять с народом наибольшей высокой организацией. Они местные организации. В культуровых революциях они нищили в рубли, так? Мы же представим себе, какой-то там для труков, кто сидит, кто-то там с процовом, что на это выходит, так? Нет. Они организованно выходили из своих мешков, домов и так далее и ввалили в начинья, там все, в бемны. Вот. И те в рубли летали до той поры, уже не могли сесть, были выстрашены. И падали в посилку. То можно было бы говорить, али хина на тиле в вельке, ежели популяция, ну, повезем, такое малое местечко, 22 миллиона в нем мешка. Ну, то на эти 22 миллиона в каждой медицине встачи. У них розумение Бога немножечко иначе, чем у нас. Мы любим своего Бога, как это можно, поставить какое-то место там. Он там нет, там сидит в этом доме. Ну, кто-то барзи, я их не хочу называть, то на подворку можно поставить свои каплички. В общем, это, в общем, как псу, то буда, так и для Бога. У хинчаников не ма такого разумения. Бог, то, вот, есть внутрь, мы находимся внутрь его, и те все, та природа тому подобное вот, есть с этим связаны. Если бы не то, то не было бы такой штуки, которая значительно старше от традиционной медицины, как феншуи. Они очень важны в этом Богу внутрь, где он должен быть прородок похованный, как и что. Это очень важное значение ма. Как и камень лежит, если бы лучше струк был. Так что они абсолютно лежат. А в томате едения и так далее, у них не имеет такого пояснения, как мы ем там обе и тому подобное. Вот. Хинчанки есть всегда. Только, что, что интересно, что они... Лышки недавно начали, а так все они, как-то говорят, с пылечками. И смотрят на нас, белосов, где наши лышки, как шуфы. Беннуски нахи специально очевидно, что я ем с этим пылечками. И не шкодует. Ачкольвик, не ухвытишь то все. Ну и дальше, уже далекие там подобные вещи. Мы смотрим, как они едут. Вот, скажем, такое пояснение, что расходится. Как мы говорим, ем зупы. Они зупы не едут, они пьют зупы. У них зупы для попитки. И еще, что очень важное, это кухня, так называемых, пентью примен. Это так само, проба, как говорится, не своего кашкета, не своего размера, наложить на свою голову. Это заходный помысл. Так само, как в акупунктуре, мы даем предзначение пунктов в названии наших хоров. Традиционная хинская блядевая пояснение не имела о тех хоробах, которые мы дали название. У них целиком иначе, и подействие. Но это уже иная тема, это иная разговора. Они, прежде всего, вважаем, что то, что выделяется из этой хербаты, правдивой хербаты, то есть главными будильцами нашего тела. Поэтому они называют поживением. Это хирурглиф, как мы его тлумачим. Но я не не синологом, я не абсолютно не знаю мандаринского, на котором они официально все пупсуются. но некоторые вещи я обратил увагу. Хоть бы через то, что в теме витания у них есть такое дословное тлумачение «ЧИ ЯДЛЕСТИ ДІСИЙ?» Бо едение для химчика не в смысле, что оно там есть. То есть своеобразие контемпляции. То есть подденькувание творца за все что-то. Ну, скажем, с нашими ворота. Они видели, что группа приезжает из Европы, значит, что надо что-то заработать. Ну, пьем вин. Однажды было замовлено вин, не были какие-то, добрые вины. Мы показывали, как это очень делается. Но они смотрели с великим вздумением, что мы всегда давали пепси колу. Мы это все брали. А они в традициях только вода. Только вода. Ни млека, ничего абсолютно. Но в натуре каждого народа есть мавпование. Мы пьем пепси колу. Вот есть тренды заходного трибу. Стало то, что мы сделали пепси пепси 1,5-литровая бутылка, а так 70-50 миллилитров. А мы можем 3 литры и сидит баба с 3-литровой бутылкой. пепси 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 трагедия уже. Но это не Хины. То, что в каждом народе есть мавпование. Мы мавпуем много много из них. Акупунктура то, если так кратко говоря, то метода для стерования энергией внутрь тела человека. Хитчицы до этого дошли, что есть первотная энергия, а живый устрой эту энергию на свой способ претворяет. Поэтому нужно было шукать процессы, как это регулировать и как это можно поделать. И они достаточно это знали. Когда дошла акупунктура как метода стерования энергией, дошла до европейской цивилизации, то об энергии можно было не видеть всего. Там только дух исчезли. В позднейших варствах, когда уже наука доминовала. Там никакой энергии по отвертным станом энтропии, классической мовы быть не может. Она подлегала этой формулы, поэтому не узнавалась. и начали назвать рефлексотерапию. Это было прогрессивным проблением витлумачить заходному умыслову, как это все происходит. но все вооружение энергии значительно меньше, чем просто выволление отвертого, рефлекса. Монтин навеков и так далее. Со своими чувствами могу сказать, что в нашем теле ничего не случится само в себе, все остальное на физиологические процессы, которые закодованы на всех позициях нашего существования, как тело, на внутрь, так и на外. И эти коды, как говорится, не до прибития. Это означает, что одночасно точится и схожение по тех самих процессах, которые в нас уже заважены. И то, что мы хотим быть здоровыми, это тоже будет только на других кодах. И вот, власне, акупунктура – это лучшая метода из моего пункта ведения, которая, оказывается, может рецитировать те невластивые коды, которые утверждаются на позиции нашей сети нейрональной. Далее, набираясь, когда мой пессель уже ближе до меня становился, он не так далеко был, а ближе значительно, я в конце задавал вопрос, что я могу для себя взять, занимаюсь акупунктурой и так далее. И я дошедом, ну, подушу таких анализах и спостриганиях, что очень важно нам, однако, утшимовать мобильность нашей сети нейрональной. То есть истота, когда мы входим в геронтологию или в что-то, когда мы хотим бороться с нашим старостью. А еще, говоря так на правде, то еще до старости никто и не дожил из нас. Мы все умирали от каких-то схожений. А ведь эти схожения только приспешивают процессы старения. И оказалось, что они все сбудованы на так званых нейрональных кодах, нейрональных группах. То есть какая-то часть мозга заражает этим процессом. Важно, прежде всего, зресетовать ту часть мозга, прервать кумуливание энергии в нейроновом укладе. И тогда мы можем говорить, что, в результате, либо вылечимы, либо процессы старения себя будут сповольнены. Потому что наш мозг, в которой находится сеть нейрональная, она имеет высокие механизмы ослоновые. Так называемая геметенцифологическая ослона, барьера. То значит, что не можно бы хотелось там чашку отворить и там что-то досыпать, как медицина официально этим занимается. В общем, какие-то таблетки тебе дадут, то все, в общем, что какие-то процессы в нейронах будут верификированы, изменены. То далеко не так. Ачкоро вся наша биология хранит эту сеть нейрональную. И пребица через эметенцифологический барьер, если это возможно, то коштом чего-то в целости, которая есть в нашем теле. А тут, оказывается, игла. Но она может зашкодить только в одном случае. Когда ее повыкнешь. Другие, которые мне не страшны, если не веришь, где ее поставить. Ты поставишь бы людей. И для того, в этих вальцах с кодами нейрональными, вот такие, как сейчас в телевизии, там еще есть, когда смотрел телевизию, там так, вот, акупунктура. Доброе. И сразу, какие сказания, какие предисказания. Для акупунктуры в целости нет никаких предисказаний. Если есть такие схожения, то значит, я должен знать место, пункты, за которыми стоит какие-то коды нейрональные, чтобы это все можно было направить и изменять. Значит, будут те пункты нокованы, а те не будут нокованы. Вот так же, как приходим до лекарства официальной медицины. Вот. Вот. Мамы такие схожения. Машь такую таблетку. А такую таблетку? Нет, нет, нет. Это для других. Вот. Истовское разложение. Безвзглядным есть, powiedzмы, не лечимы, не стоимость акупунктуры при новотворах. А для чего не? То не значит, что новотворы можно лечить акупунктуру. Акупунктуру мы не можем лечить никакого схожения. Мы лечимы человека, целость. Хороба не потребует лечения. Так же, как в феномене дефиниции жизни, их есть понадсетки. И каждый имеет свою, как говорится, рацию быту. А выходит о том, что на какие варсти феноменологичные то та дефиниция была сбудована. Если я стою, powiedzмы, пред ответственностью, что нужно пациенту помочь, так, и говорим, что это вопрос может быть его жизни или смерти, так, потому что главная регула, прежде всего, не зашкодить, то я в дефиниции жизни не умею, что это пшенька, 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 пшенька и тому подобное. Не, я буду стал на позициях, власне, тего холизма, за которым стоит зрозумение, что за каждым процессом в нашем теле стоит какой-то код нейрональный. Закупунктуру это так. Как с этими яскыньовцами. Дали ему там плеер, или компьютер, так, в яскыню. То он, поза тем же, какогось ожеха тим плеером развалить, ниц не сделает, правда? Бо у него нема ведзы, что с тим айфоном или плеером можно сделать. Ожехит в упадь. Так и с акупунктуру. Кто си на ней знает, кто может вшенди ее застосовывать, а кто не знает, то как он, как он, яскынюец, в эпохе каменья лупанайба. И ты ли? А то есть ведза потяжна. Пять тысячи лет досвечения. Пять тысячи лет индивидуального досвечения. Или поколение изменилось. Мы, мы еще, как ты думаешь, в яскынях, мы еще за неодертальцами там бегали, чтобы их съесть. Вот. А хинчжицы в том часе и уж лечили. Вот. И достаточно скучно лечили. Как скучно лечили? Они не давали захоровать. Кеды до места акупунктуры приходит наш заходний человек и с таким ядлосписом, что он ма уже, то проблема начинается тогда, что он просто, ну, не, не, то уж не акупунктура, то уж споверничать, там, в общем, не мацулечить. Можно, ежели, знаешь, чтобы коды нейронально изменить. Музыка 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 на зараговала, что я не люблю, когда мне пациент начинает сыпать на земницах хороб своих. то можно потратить как две проблемы. Первый проблем, что человек не научился вот эту квестию ответственности анализовывать свои учутя, не знать своего тела, того дару Божьего инструменту, который ему дан для того, чтобы он потом жить но он сыпает грохом, там это сложение. Другой вариант, что у него уже какой-то нейрональный часть мозга начинает работать на эту хоробу. А ежели вам подали мысль, что в информационно-энергетичных применах мы не jesteśmy последним огнивым, мы естественно только на щите эволюции биологичной, но не энергетичной, мы очень невиданные энергетичные истоты, есть еще энергетичные уклады. И выданные. Они есть над нами. И вот те названия хороб, они все имеют свои створенные энергетичные уклады. так званые эгрегоры, и с нею. И тогда поставим вопрос, что было тяжело сделать. как есть проблем, или наземница твоей хоробой, как в супермаркетах светляют, так? Кот. у нас с хоробами ставов на сегодняшний день захорируют 140 тысяч человек. на популяции в Польше, скажем. Так. нужно закупить леков, который лекарь распространил. И фабрика пошла рушила. Вот так это подходит. не нет профилактики. Если мы хотим говорить о профилактике, скажем, новотворов, это очень актуально. Во-первых, то значит так, вы селекционировать, кто уже имеет новотвор, дождаться стадией, когда хирург может обучиться. И так, маммография. И так, бедная девушка приходит, мы там хамбургер сделаем. Мам, или нет? Нет. Но мы пошли. Подсвядомость. Нет. Нет. Но подсвядомость этого не знаю. Маш. Маш. И в этом году не было, а в следующем есть. Потому наши коды нейрональные мы очень достаем на отбор информации от тех информационно-этичных вкладов, которые мы сами и створили. Это называется в медицине официальной статье ятругения. Ятругения. Дословно это неосторожное слово. Невластивое распознание. Неосторожное распознание. А как потенка в этом есть, что, скажем, рак четвертого стопня, то уже не оперируемся. Но подвожили, как хирурги могут, увидели и зашили. И пациентам будешь жить там, все в порядке, все забрали. Родственникам приготуйте, все близкие, кто увидели. Все в порядке. А человек встал за стол и увидел, что ему хорошо сделали. И новотворка нет. ЕМЦ она не пасует этих вариантов. Но мы говорим об энтропии информации. И информация аккумуляет. То на теле кеды занимались у меня коллега был психиатр и он занимался проблемами самобойства, суицидов так званых. Ну и такие факты, был чинник. Шпиталь, туалет, и на туалете там, где под суфитом высунули шкворень металевый. и эти висельцы всегда на этом шкворенье вешались. Ну, была логика такая, что нужно сделать то не буду вешаться. Вот, пришли, отпиловали, и тому подобное. что в этом месте повесился только на клянке до джвы. Ну, бы хотел, то хотел. когда человек начинает мыслить о пополнении самобойства, то вокруг него вот эти силы самобойчие громадятся. Ну, вы знаете о том, так? Поэтому слово однако имеет силы. И в этом значении человек есть магичная в том, что может дать, ну, инициировать какой-то процесс. Потому что медитация и так далее, наш мозг имеет на мне 5 или 7 чувствительности. Вот оказалось, что медитация это свидетельство на ту чувствительность. А за чувствительность стоит что? На какой боли дает твой код нейрональный. Залицения для моих пациентов. Ну, чтобы управить спорт. слушайте, то есть выставить с пальцем. Спорт то не есть здоровье, чтобы видели. То выжищение, то уразы и так далее, и тому подобное. но я завтра всем приписываю трубки бегания. Или километров там нет, не километров. 10, 15, 17 минут. Потому на минуты ходит. И можно себе на месте дептать, но здесь таким рухом монотонным, можно сказать, в мяре веселковым, мы перестаем мыслить. а мысли не полегает, целый час мы реактивуем этих 4% нейронов, которые отвечают за нашу я, за нашу сведомость, что мы тут и там. Но 96% это иные стрефы, и целый другой позиум мобилизации. И когда человек прерывает монолог, то тогда мозг встанет что-то направить в его теле. Престаньте с собой разговаривать. Просто формула. В официальной медицине, когда найдем какую-то хоробу, то человек начинает исчезать. На него карты и так далее. В статистике есть и так далее. Код верификационный вложился. Он может участвовать в системе опеки здорового. У каждого из вас, есть такое предложение и так формула впроводзона, что если поставлено властивое распознание, что вас вылечит гузик. никто вас не вылечит. Вас допроводил только до стадии хирургичного. А тогда, ну, 50-50. хирургия 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 лучшим. Вашим здоровьем в сенсе энтологичном занимается цирургии цирургии, потому что все хирургии начали от боления брода. Процессы про здравоотные, которые имеют коды нейрональные, называемые властивые коды нейрональные. Очень часто, когда мы имеем какой-то бодзец, который деструкционный, неважно, вирус, цекло на голову спадло, кто-то захамовал перед нами или за нами, или через нас приехал. Это уже другие вещи, вымяры бродцев. Но у нас всегда в ситуациях кризисовых вручаются натуральные механизмы обеспечения утечки и претрвания. Они могут только вручить тогда, когда имеют подложение, что есть нейроны, которые за эту функцию отвечают. Ну, это как строительство, просто. Дальше. У нас у каждого есть своя индивидуальная реакция на этот бодзец. Потому я понимаю как долго мы проживаем. Один там на kierовце глупый а другая приходит рассказывает это все так как пациенты меня тоже учат. У меня одна у нее вышла вот она была заангажованной полонисткой, была докторатом. Она написала о том прижим прижим на тваре. У нас у всех нормальная реакция, но есть еще по стрессу. он раз как комета. Стресс создался, а огонь у каждого свой. А как долго мы находимся в этих пузлях находимся. Где так встанул, а где так поставился, и то все допустилось. между нами, а святом внутренним нет пустки. Каждый из нас есть имплантированный как бы в том часове. И за тем всем, когда мы снова вернемся к огону, то то, что нас вчесней бронило, то, что вчесней не прекращало границы, могло прекращать, границы этих 90%. Вы над за дуже выдавать энергии мы не можем, а те буфоровые механизмы очень часто очень много энергии, поэтому начинаем славить. И тогда уже какие чиновники в нас тяжело поверить. Поэтому каждое схожение своему родину, это начиналось как ослона нас перед каким-то деструктивным бодцем, а потом деятельность психоэмоционального состояния, как нас научено реагировать на то что так мы и долго учимали в очень сильном режиме наших послонов. И тогда начиналась хороба. а так медицина сингулярная синергичная медицина. когда мы пробуем хороба. хороба. гада, мозг примата начальника и мозг мы называем хомо сапиенсом. и так мы называли хомо сапиенсом, человеком мысленно, потому что наш мозг он не любит мыслить. мысленно мысленно следует. она не умеет мыслить, она окуляр заложит. И будет удаваться, что она читает. для того, чтобы мыслить, это действительно очень тяжелый процесс, который идет вбрев с энергетическими применами в нашем теле и в нас как объем. Для того, чтобы мозг не мыслил, он у нас есть масса так званых опиатов разных, наркотиков в наших внутренних, где ЛСД, это был маленький мисс поровнение с теми наркотиками, которые встали витворить наш мозг. Возьмем ту самую серотонину. И вот вам ответ, для чего так счеженно есть наркотики или одужающие те все эти особи. По-перше, за ними будет стала мобильная сеть нейрональная, а по-друге, что человек выламывается из стереотипов, которые общество на него наложило. Наша социализация, мы учимыся, не просто кому-то, другим, чтобы не нас дептали на ноги и тому подобное, а то учимыся певным взорцам заховавчим. И те взорцы заховавчие, чем старше цивилизация, тем сам потяжнейшие. Для чего? Бо сведомость и с ней по-за телу. Они за нас начинают мыслить, а мы позастаемы на позиоме мавпы. Их малообласяны, а мавпы. Это я могу вам додать до этого темата, о чем я говорил. Я так вскрую с прошедшим, потому что мне дошли еще до темата информационно-энергетичных укладов, эгрегоров и так далее. Вот. Все это индивидуальное обучение, какие-то догматы, какие-то какие-то концепции и так далее. То певные вартости мысльовые, которые человек уже живы. Так? Вот. И то, что медицина не узнает официально, то, что на почетку говорили, что ну табличка множения этого не приказывается на генетическое, вот. То медицина традиционная и в чем ее потенка и она не нет. Она потребует инициации. А инициация выглядит на то, что мы говорили о медитации и так далее, что учень должен подключиться до информационно-энергетического уклада. и И вот. для того, когда хиенщиков властивых говорили, скон вы так взяли? я вон вонпе в то, что я как кольбик мавпа, уже синоним мавпы, человек, который мыслит мавпи мозгом, так? через то, что она ударила лопатой в палец и у нее перестала болеть голову и она сделала из этого какие-то внески. Медицина, как традиционная, так и официальная, она не будет только и выложить на эмпирическом достижении. Инициация приведет то, что адепта этого надо было подключить, долучить до эгрегора, до информационно-энергетического поля, и тогда он видел, ему открывало себя видя, выступило то, что называется ольснение. И роль научителя была в том, что он асистовал, спровадзал учня до позиона, где он мог быть подключен. То и в медицине людовой. А там шаманизм. Но шаманизм приходил, прежде всего очень сильный отбор, селекции, или он способен подключиться, или нет. Или он за святы ходит, или нет. А что значит ходить за святы? то быть сдольным с 4% своих нейронов, за которым стоит мое я, или есть там я, превращаться на 96 других. от вам значение того холизма, который уже в таком вонтке будет превелиться. У нас это набрало дивиационных, патологических форм. Потому появился профессор, который описал, и тому подобное. Это все идет на дотациях. А теперь это называется наука Грантова, что дадут, или нет. И каждый профессор сидит. И ему не потребны оппоненты, чтобы кто-то обвалил его. Потому каждая концепция наиснение через какой-то час. Он будет шукал только своих учеников, так званых, которые будут в спирали его... Мы не говорили о стане энтропии в значении информационном, пока Эйнштейн жив. А только только сейчас начинаем говорить о том. А это значит, что на добрых сто лет было все захамывалось. Он не затаял его. Его жена сербка открыла это все. Но Нобильский комитет не узнал комитет науковцев. Он присунул это все. А потом, когда его развелся, ему уже не было кому вытворять информацию, это все. Он сидел на этой формуле с теорией единого поля. Такая концепция существует. я не не но я с концепцией ЭМЦ еще в девятой классе был немного способен по физике и я уже старался сделать и что мне на начинку думал, что просто я недостаточно знал физику. Нестой физика это единственная первая из нас, другая химия, парадигматы, которые можно было принять на природу живую, и в мере какого-то тлумачить. Какой-то контекст был, тлумачение, правда? Биология, когда физика уже была еще в повьяках. Там описывали гатунки и так далее. На этом полегала биология. Но биология теперь утверждает, что мы как сообщество должны жить не на регулях физических, а на регулях биологических. Ну а потому, что все идет в мафах, которые могут выпадшить, то первая регуля биологических законов сразу превратился в крайний фашизм. У Мавпишонов есть такая вещь. Когда умерли один человек, то есть трагедия, а когда гинули миллионы, то есть статистика. что вы не вы не Продолжение следует...